Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарьен. Война в Украине. Что происходит на фронтах? Идут обстрелы городов. Сегодня передали, что ночью был обстрелен Харьков, есть пострадавшие, ракеты попали в жилые дома. Что же происходит? На связи с нашей студией военный корреспондент Сергей Ауслендер. Сергей, добрый вечер. Сергей, ну так какова обстановка на фронтах? С этим вопросом я обращаюсь к тебе каждую неделю и вот что изменилось за последние недели, что мы не беседовали? Есть ли какое-то продвижение в ту или иную сторону? Как воюют и чем? Ну, обстановка сейчас относительно стабильная. Вот я бы сказал, она охотится вот на той самой, как модно нынче говорить, оперативной паузе. Никаких там особых продвижений нет ни в ту, ни в другую сторону. Обе стороны, видимо, накапливают резервы после сражения за Северодонецк и Сечанск. Россияне готовятся к новому наступлению, украинцы готовятся оборонят. С их стороны, со стороны украинцев есть определенные успехи на Херсонском направлении, но нельзя, по-моему, говорить сейчас о том, что там грядет какое-то масштабное контрнаступление. Они там проводят определенные действия контрнаступать для того, чтобы улучшить свое тактическое положение, продвинуться в сторону Херсона. Там разные поступают данные о том, что там то они находятся на окраинах Херсона, то видят его в биногле, то видят там прицелы снайперских винтовок. Это все нужно, конечно, фильтровать и оценивать. Но факт, что украинские войска находятся от Херсона довольно близко. Россияне, в свою очередь, сейчас ведут перегруппировку своих сил и, по всей видимости, из того, что я вижу, они готовятся наступать на вот это направление Бахмут-Краматорск-Славянск. То есть, по всей видимости, они сейчас приступят к, возьмем это в кавычки, к освобождению Донецкой области, поскольку в Донецкой области у них там никаких особых успехов нет, даже близко. А Славянск и вот славянская агломерация – это, в общем, ключ ко всей Донецкой области и без обладания ею невозможно занять Донецкую область и полноценно ее контролировать. Поэтому, по всей видимости, они сейчас попытаются наступать, но не сейчас, а через какое-то время, когда подтянут резервы, технику и так далее, они попытаются наступать на Славянск. Украинцы это прекрасно видят и понимают. Там в Славянске сейчас они укрепляют линию обороны, она там довольно внушительная, учитывая, что именно на этом направлении украинцы 8 лет, собственно, оборонялись, да, там находятся, в общем, эти боеспособные самые части, группировка объединенных сил. И украинцы сейчас ведут с россиянами, я бы сказал, сражение за инициативу. То есть украинское командование, используя вот это вот западное оружие, поступившее в ВСУ, сейчас активно разрушает снабжение российских войск. Вот эти вот бесконечные удары по складам вдоль всей линии фронта, там сплошная вторичная детонация, в пабликах там масса видео о том, как горят и взрываются склады. Вот они очень грамотно, на мой взгляд, применяют эти Хаймарсы, вот поступившие к ним с высокоточными ракетами, они бьют по складам с боеприпасами, по складам с топливом и по командным пунктам. То есть бьют по особо важным объектам. Спикер российского министерства обороны утверждает, что Хаймарсы, они уже практически все уничтожили, то есть там как бы уже ничего не осталось. Да, конечно, они, естественно, их уничтожили, но не все, кстати. Вот когда Хаймарсов было 4 на фронте, а сейчас их, по одним данным, 9, по другим 12, вот они продолжают поступать. Так вот, когда их было 4, они уничтожили из них 2, вот оставив 2 на то, что склады-то продолжают взрываться, надо же на что-то списывать, вот эти вот бесконечные взрывы на складах. Поэтому они, значит, 2 решили оставить. Ну, что касается спикера Минобороны, то он со своим враньем уже просто, мне кажется, вошел вообще в историю, в мемы там и во все, что угодно. Ну, достаточно там напомнить, например, что по его словам, это вот ребята из издания проекта проводили такое вот скрупулезное исследование. Они переслушали все его сводки, все буквально. И вот там, например, город Кременная был взят 7 раз в течение 10 дней, со слов Коношенкова. Там было уничтожено 39 тысяч районов скопления живой силы и техники украинской армии, в то время как потери украинской армии на тот момент, со слов того же Коношенкова, оценивались 42 тысячи убитых. То есть получается, что в каждом районе скопления, значит, живой силы и техники находился там полтора украинских солдат, например. Ну, там они уничтожили 273 украинских самолета, хотя само же Министерство обороны России давало передвойной цифру в 130 там с небольшим, включая учебные и неисправные. Вот, то есть два раза их уничтожили, собственно, по кругу. Ну и так далее, и так далее же. Мы будем, собственно, это здесь обсуждать. Вот у Коношенкова такая работа. Вот он вот всю эту пургу свою несет. Сводки Министерства обороны российские с информационной, с информативной точки зрения их оценивать нельзя совершенно, потому что там просто какое-то абсолютное такое сплошное беспримесное вранье и фантазии. Вот буквально я бы так сказал. Сергей, я сегодня утром видел сообщение Министерства обороны Украины, в частности, министр обороны Резников говорил о том, что он очень благодарит, так сказать, Запад за поставки оружия, за все, но, тем не менее, поставки идут очень и очень медленно, и он говорит, каждое промедление поставки каких-то артиллерийских установок оборачивается для нас сотнями убитых солдат. Что происходит сейчас с поставкой техники и насколько действительно прав министр обороны? Ну, как минимум, отчасти он прав, потому что я, например, глубоко убежден, что вот если бы эти хаймарсы пришли на две недели раньше, то украинцы удержали бы Лисичанск. Потому что Лисичанск, ну, собственно, перед ним Северодонецк, были взяты только благодаря колоссальному превосходству в артиллерии снарядов. Ну, мы помним это соотношение, там 1 к 20, 1 к 40 в отдельных моментах и на отдельных участках было достигнуто. Понимаешь, что при таком соотношении невозможно просто воевать, невозможно удержаться. И как только хаймарсы поступили, как я уже говорил, украинцы немедленно принялись уничтожать вот эти передовые оперативные склады с боекомплектом. Что касается оружия, оно поступает. Оно поступает, оно не поступает партиями по 100-200 установок. Понятное дело, откуда их взять в таком количестве. Но то, что поступает, украинцы немедленно вот прямо с колес бросают на фронт и стараются использовать для того, чтобы вот каким-то образом парировать вот это вот чудовищное превосходство России в артиллерии. И это, кстати, тоже вот один из моментов. Тот же Коношенков постоянно рассказывает, что вот они, значит, там где-нибудь, не знаю, в том же Кременчуге, да, или там во Львове уничтожили там склад с галбицами, уничтожили склад с хаймарсами, уничтожили там склад такой, склад сякой, как будто вот украинцы, значит, как эти гномы все это собирают и складывают на склады, вот, и там это все хранят. Все это полнейшая ерунда, потому что все оружие, учитывая его количество, все идет на фронт с колес сразу, там их складов нет, даже близко. Не, но боеприпасы-то могут храниться где-то, боеприпасы же где-то складируют? А они не поступают в таком количестве, они все идут на фронт. Вот они получили там 10 гаубиц, к ним там 50 тысяч снарядов, ну кто их будет хранить на складах? Их хранят на каких-то складах вблизи фронта, но точно не в далеких тылах, потому что в этом нет смысла. Вся логистика сейчас украинская устроена таким образом, что оружие прямо от границы, вот от польской там или румынской, сразу идет туда, в сторону Донбасса, ну или Харькова, там или Херсона, ну где оно там наиболее необходимо в этот момент. Оружия действительно пока немного, но оно понемногу-понемногу накапливается, и, конечно, украинцы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше этого западного оружия. Вот тогда им удастся создать некую такую группировку, да, накопить резервы, и тогда уже можно будет вести речь о переходе в какое-то контрнаступление. Поэтому я считаю, что все разговоры о том, что вот Украина прям вот завтра перейдет в контрнаступление, я считаю, они совершенно состоятельные, не перейдет. Сейчас Украина ведет стратегическую оборонительную операцию. Украина сейчас обороняется, и главная цель этой операции – это выбить резервы техники у российской армии. Вот дальше потом, когда чаша весов начнет клониться в их сторону, они накопят резервы, выберут там участок для прорыва, и там уже начнется контрнаступление. Ну, если хочешь историческую аналогию, вот первую победу Красная Армия одержала, да, собственно, зимой там с 41-го на 42-й год, это вот контрнаступление под Москвой. И после этого, после такой вообще вполне себе убедительной победы, фронт очень долго потом оставался стабильным, потому что у Красной Армии не было сил, чтобы перейти в массированное контрнаступление, и она еще довольно долго после этого оборонялась. Поэтому я полагаю, что эта история с тем, что Украина будет обороняться, она продлится еще довольно долго. Ну, может, во всяком случае. Сергей, а что ты думаешь по поводу того, что Великобритания оказывает помощь Украине в подготовке пехотных подразделений? То есть достаточно большое количество новобранцев или не новобранцев, но, по крайней мере, неопытных бойцов были отправлены в Великобританию, и там на базе элитной валийской пехоты они проходят подготовку. Насколько это серьезно? Или это просто такой, скажем, ну, пиар-ход, чтобы показать, вот видите, как мы им помогаем. Ну, хорошо, ну, подготовят они там 300 человек, там 800 человек. Какое влияние это может оказать на ход войны? Ну, прямо-таки вот стратегического влияния, мне кажется, это не окажет. Но я, как я это себе вижу, как я это полагаю, из этих людей будут делать инструкторов, которые потом, в свою очередь, уже в Украине будут готовить других военных. Потому что у англичан действительно очень сильная военная школа, да, у них совершенно прекрасная армия, вот, прекрасно обученная, не очень многочисленная, но это уже другой разговор. Вот, поэтому они будут готовить тех, кто будет готовить пополнение в Украине. Потому что у украинцев тоже намечается некая такая кадровая проблема, в том смысле, что их кадровые, что ли, военные, которые были к началу войны, они уже так вот изрядно повыбиты, конечно. Украинцы тоже несут потери, это, в общем, не секрет. Поэтому им нужно готовить пополнение, и они, в общем, этим занимаются, в том числе и вот таким путем. Отправляют за границу своих военных, частично для обучения, для обучения овладения новой техникой, вот этой западной, частично для того, чтобы готовить из них, так сказать, будущих тактических инструкторов. Посмотрим, как это будет. Пока речь идет о сотнях, во всяком случае, украинцев. Ну, вот посмотрим, куда это все. Ну, раз уж мы говорим о поставках оружия в Украине, давай, так сказать, вернемся в наши края. Украина все время обвиняет Израиль в том, что мы не поставляем им оружие. То есть Израиль ограничивается поставками касок, промежилетов, гуманитарной помощи. Мы помним военный госпиталь, который был развернут на границе с Украиной. Что происходит сейчас? Сдвигается это дело с мертвой точки. Будет ли Израиль поставлять какое-то вооружение в Украине, так сказать, кроме гуманитарной помощи? Ну, пока не просматривается такой истории, во всяком случае. Тем более, что у нас тут, в общем, разговаривать-то уже нескольких, прямо скажем. У нас все, правительство развалилось, все тут исполняют обязанности. И я полагаю, что вот до ноября до выборов, а от ноября там надо еще отчитать какое-то время на создание коалиции или ее не создание. В общем, я так понимаю, что до зимы тут просто разговаривать буквально не с кем. Это первое. Второе. Наконец-то нас поставили в покое с железным куполом. Это вот уже сам министр обороны украинский. Резников сказал, что железный купол не подходит Украине. Вот я четыре месяца смалывал тебе язык, рассказывая там в украинских эфирах о том, что он им вообще никак не подходит. Ну, бог с ним, с железным куполом. У Израиля действительно есть, что поставить Украине, даже не летальное. Но пока вот израильское руководство по-прежнему придерживается такой вот позиции, условно нейтральной. Поэтому я пока не вижу ситуации, в которой Израиль начнет Украине поставлять оружие. Хотя, учитывая, что Иерусалим в этих вопросах очень любит такую тишину, я вполне допускаю, что какие-то там пуларные переговоры, разговоры ведутся и может быть даже уже до чего-то договорить. Но во всяком случае публично это все оглашаться точно не будет. Проблема здесь отчасти в украинцах, потому что они очень любят все публично оглашать по-быстрому. А Израиль вот это дело страшно не любит. И если завтра украинцы там получат, не знаю, полсотни ракет в Пайк и тут же во всех, значит, телеграм-каналах и в фейсбуках начнут об этом писать, то я полагаю, что у нас тут будут этим сильно недовольны. Поэтому я, в общем, еще раз повторюсь, я пока не вижу ситуации, в которой Израиль будет поставлять Украине во всяком случае летальное оружие. Да, но Украина сейчас применила то, что называется запрещенный прием. Потом было объявлено о том, что, скорее всего, они закроют въезд израильтянам в сентябре, когда толпы религиозных израильтян, не только израильтян, а из других стран, из Соединенных Штатов, летят на могилу Рабина Ахмана в Умань. И что вот типа это паломничество не состоится, поскольку они, ну, официальная версия, поскольку они не могут обеспечить безопасность паломников. Но мы-то понимаем, что дело абсолютно не в этом. Дело в том, что это как раз определенный способ давления. Может ли это давление каким-то образом, так сказать, сподвигнуть правительство Израиля, несмотря на то, что оно переходное, такие вопросы оно решать, тем не менее, может. На то, чтобы все-таки расшевелиться и каким-то образом, так сказать, ну, поторговаться. Ну, поторговаться это наше все, почему нет, собственно, можем и поторговаться, но я на самом деле вот этот фактор невозможности обеспечить безопасность со счетов бы не списывал, между прочим. Может, это, конечно, как бы и такая, такое, как сказать, формальный повод, но на самом деле-то там происходят жесточайшие ракетные обстрелы по всей территории Украины. И если завтра в эту Умань прилетит ракета «Калибр» или «Искандер», да, и ударит в толпу паломников, что мы со всем этим будем делать? Вот, потом это даже логистически сложно. Этим людям туда надо добираться через там две границы, лететь куда-нибудь, я не знаю, куда Умань там ближе к какой из этих восточноевропейских стран, вот, добираться через эти блокпосты до этой Умани, кругом там комендантский час, кругом военный. Я как-то плохо себе представляю, что вот эта вот толпа наших паломников туда приедет со всеми их обычными проблемами, которые они там устраивают. Поэтому я вот как бы не списывал бы этот довод со счетов, хотя выглядит это именно так, как ты сказал, да. То есть этот вопрос не поднимался и вдруг ни с того ни с сего возник. Ну, наверное, да. Во всяком случае, Израиль тоже повелся в этой ситуации, не самым гуманитарным образом, да, учетом того, что Айлер Шакет фактически отменил визовый режим с Украины. Это тоже надо понимать. Поэтому, да, наверное, это можно рассматривать как некий такой асимметричный ответ. Посмотрим. Но сейчас, я насколько знаю, идут там очень серьезные переговоры с участием разного рода религиозных лидеров с украинцами. Посмотрим, до чего они договорятся. Но я бы все-таки, я склонен думать, что они не разрешат паломничество в этом году. Ну, ты знаешь, если этих религиозных лидеров как следует, так сказать, озадачить, то они как бы скинутся, купят им там 2-3 противоракетные системы, только пустите их в Умань в сентябре. Сергей, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, что побеседовал с нами. Я напоминаю, что на связи с нами был Сергей Руслендер, военный корреспондент. А наша программа подошла к концу. Бил программу Александр Гурарье. Всего доброго.